Беспрецедентная история для маленькой Осетии. Народ республики в одночасье объединила кудрявая девочка с серыми глазами. Люди собирают деньги, чтобы помочь полуторагодовалой Арнелле Персаевой. У нее спинально-мышечная атрофия. И на лечение нужна катастрофически большая сумма – более 130 миллионов рублей. Маленькая Арнелла пока не понимает, что сделала. Она объединила маленький народ Осетии. Люди хотят, чтобы девочка смогла бегать, прыгать и танцевать. О недуге малышки родители узнали не сразу. Врачи уверяли, что ребенок развивается нормально. Но сердце матери почувствовало неладное. Она из положения сидя, не поднималась на ножки. Поползла она тоже только в годик. А еще я заметила, что она слишком гибкая. Ногу могла поднять и чуть ли не за ухо его ногу положить. Будущая олимпийская четвертка по гимнастике. Что вы переживаете? Говорят, ребенок просто гибкий. Попали мы в генетику. Просто посмотрела на нее, глаза расширила. Говорит, сдайте вот такой-то анализ, но будем надеяться, что он не подтвердится, что результат придет отрицательный. Ну, мы сдали две недели, надо было ждать. И за это время я проштудировала весь интернет про эту болезнь. И я просто ужаснулась. Но последствия ее, это очень страшно. И, в общем, все-таки пришел положительный результат. И случилось то, что случилось. Казалось бы, сумма неподъемная, но к сбору денег подключилась вся республика. Известные спортсмены, блогеры, предприниматели – все жертвуют на лечение девочки. Социальные сети буквально взрываются от призывов о помощи. Люди публикуют, репостят, организовывают благотворительные акции. Помочь Арнелии дать ей шанс на полноценную жизнь – наш долг. Я решил тоже в этом поучаствовать, помочь девочке. Всех прошу неравнодушных подключить, а помочь в этом деле. Медлить нельзя ни минуты. Каждый день на счету. Нужную сумму необходимо собрать до того момента, пока девочке не исполнится два года. Уже после делать инъекцию нельзя. С клиникой мы связались, предоставила им все документы, отправила все, что надо, перевела на английский. Они еще попросили видео снять, как она ходит, или что она может, может она сидеть. В общем, видео, фотографии, все это им отослала. И они назначили день переговоров. Мы их провели, они выставили нам счет. 2 миллиона 400 тысяч долларов. Мы, конечно же, это большая сумма, и мы просили у них рассрочку. Но они сказали, что у них такая финансовая политика, что рассрочку они не могут нам дать. И плюс ко всему, мы должны за три недели до начала лечения перечислить им всю сумму. Еще совсем недавно заболевание СМА вылечить было невозможно. Но в США запатентовали препарат, одна инъекция которого в состоянии поставить ребенка на ноги. И такая история есть. Излечиться удалось Диме Тишунину из Тюмени. Ему люди собрали 163 миллиона рублей. В общем, они уже провели эту генотерапию. Все у них хорошо. Мы с ними перезваниваемся, переписываемся. И дай бог, чтобы в дальнейшем тоже не все было хорошо. И ребеночек поправился. И все забылось, как страшно, что он... Люди продолжают объединяться и придумывать способы для сбора денег. Впереди еще автопробеги, флешмобы и благотворительные концерты. Известные артисты Мияги и Эншпиль решили перечислить на счет маленькой девочки все деньги, заработанные в концертном туре по Европе. У маленькой девочки Арнеллы и семьи Персаевых выявлен очень страшный диагноз. И только мы все вместе с вами можем помочь и справиться с этим. Прошу вас не оставаться равнодушными. У нас есть все шансы спасти человека, жизнь которого только начинается. Елена Черенкова, Савелий Зангеев, Осетия Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова